Сегодня речница с момента вынесения вырока Олега Санцова и Александра Кольченко это один из самых мощнейших брендов, которые есть в Украине и сегодня мы пришли напоминать, что они сказали под час своего вырока и хотим еще раз подкреслить, что этих людей завинували в терроризме, но на самом деле терроризмом занимается Российская Федерация. Правозащитники сообщают, что состояние здоровья Александра Кольченко далеко от хорошего. Совсем недавно по надуманному обвинению его продержали в штрафном изоляторе, где нет полноценного питания. Несмотря на это, передают они, анархист не унывает, только просит прощения за то, что не отвечает на письма. За первую половину этого года только дважды ему вообще передавали корреспонденцию. Есть ощущение, что его в частности пытаются отрезать от окружающего мира. С другой стороны, в ответ на вопрос, удается ли ему, к примеру, читать, а мы знаем, что он очень много читает, он привел список книг, которые я прочитал за последние месяцы, и надо сказать, это впечатляюще. Недавно стало известно, что Олег Сенцов выступил против своего освобождения любой ценой. В письме сестре он заявляет, что не хочет тянуть одеяло на себя, чтобы стать более известным политзаключенным, но мог бы стать оружием Украины против врага. Правозащитники назвали этот поступок глубоким и сильным. Они также напомнили, что не следует забывать о прочих политузниках, даже тех, кто был сломлен давлением российских спецслужб. По мнению адвоката Ильи Новикова, его подзащитного Алексея Черния, проходящего по делу Сенцова и Кольченко, уже хотят приобщить к даче показаний по делу так называемых крымских диверсантов. Именно поэтому необходимо бороться за освобождение всех, подчеркнул адвокат. Всю эту группу треба обговорювати, треба наполягать на извольнение тому самому пакету. И в моей думке, хотя неимомирно, чтобы у нас был какой-то прогресс до загальных выборов в Государственной Думе, которая в России выйдет 18 вересня, Участники акции огласили символические приговоры Путину, Поклонской, Бортникову, Корсакову и прочим пособникам оккупации частей Украины и пленения ее граждан. Их рты заклеили табличками с подписью «Виновен», а после включили запись гимна Украины с Петова-Сенцовым и Кольченко в российском судилище. Субтитры создавал DimaTorzok